Здравствуйте! Я Наталья Диаман. Сегодня для вас решила снять видео на актуальную тему покрытия ногтей гель-лаком с нанесением переводной фольги с принтом. В этом видео я покажу технологию работы с клеем для фольги. Мне будет помогать в этом мастер-классе Яна. Я раскрою секреты по работе с фольгой, гель-лаками и отвечу на часто задаваемые вопросы. Первое. Как правильно нанести гель-лак. Второе. Как нанести фольгу, чтобы она долго держалась на ногтях. И третье. Как перевести фольгу на весь ноготь. Для этого подготовим ногти по стандартной технологии. Обрабатываем руки наилпрепом. Если нужно, выполняем маникюр или отодвигаем кутикулу кушером. Снимаем глянец с буфер-блоком, не травмируя натуральный ноготь. Обезжириваем ногтевую пластину праймером, не задевая кожу вокруг ногтя и просушиваем на воздухе. Наносим базу для гель-лака и тщательно запечатываю торец ногтя, просушивая в лампе 3 минуты. Если ноготь тонкий, то можно покрыть его базой на 2 слоя, предварительно просушив каждый слой в лампе. Мизинец я покрываю универсальным гелем гиомант номер 24, нежная мята. Который подходит как для покрытия гель-лаком на натуральные ногти, так и для нарощины. Сушим в лампе 3 минуты. Безымянный покрываем гель-лаком номер 108, спелый баклажан. Можно для этого дизайна подобрать любой темный гель-лак, который у вас есть в наличии. Средний покрываем гель-лаком диамант пальмовый номер 138 и сушим в лампе 3 минуты. Для указательного пальца я подобрала гель-лак 105, чувственная сирень. Когда вы подбираете цвета для основы вашего дизайна, старайтесь, чтобы они были контрастными по отношению к фольге, чтобы принт не сливался с фоном. Это очень важно. Большой палец покрываем универсальным белым гелем гиомант номер 29. Так как цвет достаточно плотный, покрываем в один слой и сушим в лампе. Секрет качественного дизайна заключается в покрытии ногтей клеем для фольги очень тонким слоем. Это очень важно, так как будет влиять на сцепление клея с фольгой и гель-лаком. Также очень важно наносить клей, отступая от боковых сторон и свободного края 0,5 мм. Сушим клей 5-10 минут на воздухе. До полного исчезновения молочного оттенка и появления прозрачности. Это может зависеть от температуры воздуха в вашем помещении. Я выбрала фольгу с цветными принтами, так как мне на семинарах часто задают вопросы, как приклеить фольгу, чтобы весь дизайн перевелся на ноготь. Она намного плотнее однотонной фольги, поэтому технология ее нанесения отличается от простой глянцевой фольги. И это нужно иметь в виду. Для мизинца я выбрала фольгу с мультяшными героями, которые сейчас безумно популярны. Я тщательно прижимаю фольгу к ногтю и аккуратно снимаю прозрачную пленку. На безымянный палец, приклеивая фольгу барокко, которая имеет серебристую основу, тщательно прижимаем большим пальцем и резко отрываем для того, чтобы дизайн весь остался на ногте. На средний палец я подобрала фольгу летняя флористика. Также хорошо прижимаю и, как вы видите, принт практически сам отслаивается от пленки. Указательный палец буду декорировать очень популярной фольгой сетка с цветами. А на большом ногте перейду орнаменты, которые очень эффектно смотрятся на нейтральном белом фоне. Перекрываем наш дизайн финишем и сушим 3 минуты в ультрафиолетовой лампе. Для того, чтобы фольга не отслаивалась, перекрываем финишем для гель-лака с липким слоем на 2 раза. Хорошо запечатываем торец ногтя. Наносим масло для кутикулы. Наш дизайн готов! Эффектный, быстрый и, что немаловажно, очень качественный. Если у вас возникли вопросы, задавайте. Я с удовольствием отвечу. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И смотрите новинки от компании Diamant.